Решетки у нас были на самом деле в многомерных пространствах. И я определял, что такое многомерные пространства на первом лекции. Но я все-таки начну напоминание с плоскости, чтобы хотя бы в плоских случаях было все точно понятно. Ну, давайте так. Вот есть самый простой пример решетки на плоскости. Это то, что называется Z2. Это множество состоящих из всех точек на плоскости, и каждый из двух координат которых это целое число. Это множество таких точек на плоскости. Х-черточка это обозначение для точки, для вектора в данном случае. Точки с координатами х1 и х2. Кстати, школьнику зачастую пугает вот такое вот обозначение непривычное х1 и х2. Я уже это в какой-то момент осознал. Школьники привыкли к обозначению ху, да? Для координат точки на плоскости. Ну, а я вот напишу х1 и х2. Такой я не школьный человек. Не важно, как обозначить координаты, правда? Значит, это множество точек с координатами х1 и х2, где х1 и х2 это оба целые числа. Вот это называется Z с индексом 2 сверху. Такая двумерная решетка целых точек на плоскости. Но она действительно выглядит как решетка. То есть, точки с целыми координатами, они образуют такую конструкцию, которую можно представлять себе как решетка. То есть, мы мысленно проводим просто вот эти линии, которые соединяют наши точки, и тогда действительно получается прям полноценная решетка. Но все-таки решетка, повторяю, это не сеточка, как здесь нарисована сейчас, а именно множество просто тупчик с целыми координатами на плоскости. Ну, и я говорил в прошлый раз, что бывают более общего вида решетки, а именно мы берем вообще на плоскости два произвольных вектора, которые можно обозначить как Е1 и Е2, лишь бы эти векторы не были коллинеарны, то есть не лежали на одной прямой. Вот берем два произвольных неколлинеарных вектора и говорим, что решетка, она в общем сничьей у нас обозначается буквой лямб, да? В честь английского слова латтис решетка. Это есть по определению множества всех точек, которые можно представить в виде С1 Е1 плюс С2 Е2. где, в свою очередь, С1 С2 это произвольные целые числа. Ну, и я очень подробно на прошлой лекции рассказывал о том, что вот эти вот векторы Е1 Е2 называются базисом решетки, что у решеток может быть много разных базисов. Это все было. У каждой решетки, вообще говоря, много разных базисов. И вот мы сначала на прошлой лекции подробно обсуждали, что может произойти с каким-нибудь базисом решетки, если решетку испортить. Ну, а именно мы брали какой-нибудь вектор А с какими-то рациональными координатами А1 поделить на Q, А2 поделить на Q, какой-то вектор с рациональными координатами, и, что называется, прибавляли его вот к этой стандартной целочисленной решетке. То есть рассматривали множество, которое обозначалось лямблосынкацем А, и которое представляло собой следующее множество точек. Значит, это множество точек, давайте, А, Э, плюс Б, где Э, это произвольное целое число, а Б, это произвольная точка целочисленной решетки. З, 2 и З, не З, Д, конечно. Мы все время, пока что на плоскости находимся. Значит, мы берем и добавляем к нашей целочисленной решетке на плоскости еще вот эту вот точку А. Добавляем, то есть, вот так вот, здесь, допустим, 0, добавляем еще одну точку А. И смотрим, что получится, если рассмотреть всевозможные, как говорят, комбинации этой точки с какими-то там целочисленными, со множителями, и произвольной точкой исходной целочисленной решетки. Ну, надо напомнить, наверное, пример. Они нам пригодятся сегодня, поэтому их решетку напомнили. В качестве добавленного вектора брали вектор с координатами 1, 2, 1, 2. Ну, получалась решетка вот такая вот. Вот, здесь добавляем точку просто в центр каждого квадратика. Добавляем просто точку. Вот если мы добавляем точку с координатами 1, 2, 1, 2, мы, как говорят, центрируем каждый квадратик. В честь этого такая конструкция называется центрировка. Это я говорил в прошлый раз. Центрировка. Добавляем точку, и она как бы центрирует нашу исходную решетку. Вот такой стандартный термин в геометрии числа. Называется наука геометрия числа, которая занимается такими вопросами. Понятно, что при добавлении этого вектора, при добавлении этого вектора в новой решетке уже нельзя выбрать базис, который содержал бы и вот этот вот вектор, и вот этот вот вектор. То есть мы рассматривали, давайте я начну совсем издалека, мы рассматривали некий стандартный базис Z2. Стандартный базис это базис вот таких вот единичных координатных векторов. Стандартный базис, правда? Вот, это стандартный базис. Мы испортили решетку. Понятно, что новая решетка, которая получилась, не может быть порождена этим стандартным базисом. Да. Но в этот базис можно взять один из векторов стандартного базиса, любой. Можно взять этот и к нему добавить 1, 2, 1, 2. А можно взять этот и к нему добавить 1, 2, 1, 2. Если кто подробно помнит прошлую лекцию, тот понимает, что в принципе можно было взять два вот таких вектора в базис, вот этот и вот этот. Но мы хотим взять в базис как можно больше исходных векторов. Мы хотим понять, насколько мы сумели испортить нашу решетку. То есть можем ли мы много взять векторов из исходного базиса, базис новой решетки, или мы вынуждены все чем-нибудь замещать. Вот здесь один вектор взять можно, а оба нельзя. И вводилось понятие дефект. Дефект, но вот в данном примере он равен единице. Вот в этом конкретном примере он равен единице. Дефект имеется в виду, что существует такой базис испорченной решетки, новой решетки, в которой войдет один вектор, ну вернее не так, из которого, который устроен следующим образом, можно из стандартного базиса удалить только один вектор, удалить только один вектор. И останется вектор, вместе с которым можно построить базис новой решетки. Вот в этом смысле дефект равен единице. Дефект, давайте словами, это наименьшее количество векторов, наименьшее количество векторов, которые можно удалить из исходного базиса, вот этого исходного базиса, по сторонам квадратика, которые можно удалить из исходного базиса, чтобы оставшиеся векторы, или оставшиеся векторы, были дополнены до базисов новой решетки. Можно было дополнить, чем-нибудь, вот как здесь этим вектором, до базисов новой решетки. Называется дефект. Ну и был другой пример, когда А равняется 1,2, 1,3. Видите, здесь два одинаковых числа, а здесь 1,2, 1,3. Раз. И вот этот пример показывает, что дефект может даже равняться двойке. Потому что нетрудно сообразить, что этот вектор портит и вот это координатное направление, добавляет более коротенький векторок на направление абсцисс. И вот это координатное направление добавляет более коротенький векторок на направление ординат. Это означает, что ни один из векторов исходного базиса, ни один, нельзя дополнить до базиса в новой вот этой вот центрировке. Вообще ни один. И это значит, что дефект равен двойке. Дефект равен двойке. Надо выкинуть вообще все, ну то есть оба вектора из базиса, чтобы затем заменить их на два новых и породить вот эту новую решетку.